Привет, Страж! Рад видеть тебя на канале Трипл Вайп! Меня зовут Джонни Лейни, и сегодня мы начинаем видеокурс «Как мочь в Гамбит?». Индивидуальные рекомендации тренера. Подгонка снаряжения под каждую роль может стать твоей. Всего 999 рублей. Оплати сейчас и нагибай уже сегодня. Спеши, ссылка в описании. Шутка. Мы научим тебя, ну или давай скромнее, поделимся несколькими ключевыми советами о том, что нужно делать и что не нужно делать в режиме «Гамбит Прайм». Начнем прямо сейчас и начнем с первой роли «Захватчик». Захватчик – самый злой и самый быстрый, самый меткий страж твоей команды. Если захочешь, и ты станешь таким. Нужно лишь держаться наших советов и уметь учиться на своих ошибках. Если ты упал с орбиты и не понимаешь, кто такой «Захватчик», объясняем. «Захватчик» или «Инвейдер» – одна из четырех ролей в «Гамбите». Задача этого игрока – вторгаться в зону соперника через портал, убивать игроков из команды соперника, воровать частицы и опустошать банк. Захватчик стоит немного особняком от всей команды, но при этом работает на нее как никто другой и отвечает за общий результат наравне с остальными, если не больше. Успех или провал его вторжения может прямым образом повлиять на исход матча. Если захватчик хорош, то шансы победить в матче повышаются в несколько раз. Только захватчик способен выровнять счет на последних секундах, дать шанс своей команде, и именно ему обязаны множество невероятных камбэков и побед. Так, это все лирика, где советы-то? Начнем давайте со снаряжения. «Гамбит Прайм» привнес в игру важное нововведение. В нем работают специальные наборы брони, ролевые сеты, если точнее. Получить их можно, успешно завершая другую активность – суд. О том, как там и что, мы рассказывали кратко вот в этом ролике. Ваша задача – получить сеты брони под роль захватчика. Это тот, что с красным свечением третьего уровня. Именно на третьем уровне брони вам будут доступны все важнейшие перки к вашей роли. О чем речь? Как активировать перки? Будьте добры, помедленнее. Я записываю. Для активации всех перков вам потребуется либо полный комплект брони на плюс 3, либо 4 части комплекта плюс 3 и активированный бонус синтетика. Захватчик имеет 4 перка, которые зависят от уровня бонусов вашей брони. Его вы увидите на экране персонажа под его характеристиками, как только наденете первую вещь из набора. Тут же можно ознакомиться с полным списком этих перков. За 3 очка открывается перк «Боезапас Ассасина», благодаря которому во время вторжения боезапас кинетического и энергетического оружия будет медленно пополняться. За 6 очков разблокируется перк «Смертельная защита», который улучшит ваш щит на время нахождения на вражеской территории. Как только вы достигнете 10 очков, для вас станет доступен перк «Маньяк-убийца», который будет работать уже на момент вашего возвращения домой, так сказать. Вы получите бонус к урону за каждого побежденного во время вторжения стража. Ну а на максимальных 15 очках «Ограбление банка» – перк, который позволит блокировать банк противника на время вторжения. А если вы умудритесь еще и находиться рядом с ним какое-то время, то и частицы из него украсть получится. Полноценная диверсия! Стоит ли запариваться насчет того, чтобы использовать полный набор перков? Однозначно да! Последний перк «Ограбление банка» доставит очень много неприятностей команде вашего противника. Ну а остальные преимущества, вроде улучшенной брони или повышенного урона, сами понимаете, очень на руку. От брони перейдем к арсеналу оружия. Тут вот уже стоит оговориться. Каждый захватчик подбирает набор снаряжения, исходя из личных предпочтений, опыта, умений обращения с пушками, а потому те пушки, что буду перечислять я, не единственное правильное. Однако, с ними будет атаковать куда проще, как мне кажется. В первую очередь, не стоит недооценивать винтовки разведчика. Если в других режимах игры этот класс оружия далеко не самый рабочий, то в Гамбите все немного иначе. Ведь когда вы появляетесь на стороне противника, вас чаще всего будет спаунить далеко от их команды. Учитывая, что новые карты в Гамбит Прайме еще и больше обычных в 2-3 раза, перед вами встает выбор. Либо тратить время на то, чтобы добежать до врага и выйти на удобную позицию, либо действовать издалека меткими, точными выстрелами. И вот в такой ситуации скаутки, они же винтовки разведчика, могут здорово выручить. Какие скаутки порекомендую? Безымянную полночь и дозор в первый слот, черный скорпион или кислород во второй слот. Вторым оружием с винтовкой разведчика хорошо подойдет то, что будет хорошо работать на ближней дистанции. Дробовик, плазменная винтовка. Они, как я уже сказал, помогут и встретить противника, который будет слишком близко к вам. Ну и на стороне своей команды эти пушки помогут нанести хороший урон по первобытнику или блокировщикам банка. Третий слот при любых выше выбранных пушках самым популярным оружием будет пулемет. Если быть точнее, то акула-молот и владыка грома. Но никто не мешает вам экспериментировать. Кроме этого, я бы рекомендовал взглянуть в сторону снайперских винтовок. Если умеете с ними обращаться, конечно. Хорошим вариантом будет винтовка Лисий Укус или Бремя Идзанаги в первый слот. Взгляд татары во второй. Винтовки позволят вам зачастую прямо с места спауна методично отстреливать врагов, а затем, вернувшись на свою сторону, нанести пару мощных выстрелов в крит того же первобытника. Есть еще такой вариант, как зеленая раскладка. О ней уже рассказывал наш оружейник в статье. Следуя которой, вы играете с двумя пушками, которые используют специальные зеленые патроны. Снайперка в первый и дробовик во второй. Ну или наоборот. В третьем пулемет, как и прежде. В итоге, у вас оружие, которое наверняка убьет на большом расстоянии, оружие, которое убивает на ближнем и пулемет на средний. Ты, наверное, думаешь, где брать столько патронов? И с этим вам может помочь ваш напарник по команде в наборе брони-потрошитель, рипер, у которого есть перк на создание патчек особых боеприпасов для тиммейтов при мульте убийствах. Ну и не забывайте про подбор перков на вашей броне, которые помогут эффективнее пополнять боезапас. Ставьте по локатору особых и силовых боеприпасов на голову и на ноги, выбирайте сборщик боеприпасов пулеметов и сборщик боеприпасов вашего особого оружия, и нужды в патронах не будет почти никогда. Когда нужно вторгаться? Ходит миф, что вторгаться нужно тогда, когда у соперника на руках есть частицы. Если в классическом гамбите это правило и правда работало, то в гамбит прайме история совсем другая. Если соперник играет хотя бы на среднем уровне, то рано или поздно он призовет первобытника, и у вас начнется борьба за накопление стаков бафа. А поэтому вторгайтесь тогда, когда считаете нужным. С опытом вы можете ориентироваться по шкале накопления частиц, понимать, когда враги чистят банк с частицами на руках, и будете вторгаться тогда, когда они этого ожидают меньше всего. Ну и еще несколько советов именно по вашим действиям. Больше двигайтесь, меняйте местоположение, используйте порталы, способность невидимости на охотнике, что угодно для того, чтобы наносить атаки по врагу из неожиданных позиций. Если соперник вас заметил, и вы это поняли, то не вылезайте на перестрелку, но при этом и не засиживайтесь за укрытием, двигайтесь агрессивно. В руках всегда имейте готовый к работе пулемет. Дробовик используйте в том случае, если соперник решил вас запушить, встретить. Снайперская винтовка подойдет в самом начале, когда противник еще не знает, где вас искать, передайте ему пару приветов из снайпы. Использовать суперспособность при вторжении? Ммм, я бы советовал тогда, когда выхода иного нет. Или если уверены в том, что заберете с ее помощью больше стражей, например, вы залетаете, а они все в колодце варлока стоят и дамажат по противнику. Вот тогда ультите. И помните, эффективные вторжения на сторону противника не лишают вас задачи проявлять себя на своей стороне. Во время боссфайта помогайте своим тиммейтам убивать ведьм, чистите мобов, помогайте держать банк открытым, и конечно же встречайте вражеского захватчика. Он не должен беспокоить ваших сборщиков. При битве с первобытником помогайте команде по возможности. Но в первую очередь вам нужно лечить вражеского первобытника. Отдайтесь тьме, так сказать. Это, конечно же, лишь базовые советы. И я уверен, что каждый из вас опытных захватчиков сам для себя выработал уже удобную стратегию боя. Главное, помните, работайте на команду. Это не соло-режим. Успех вашей игры зависит от того, как вся команда делает свою работу. Мы обязательно разберем остальные роли в Прайме и поделимся советами по тактике игры за них. Чтобы не пропустить эти видосы, подпишись на канал, не забудь поставить лайк и нажать колокольчик, чтобы знать, когда выходят ролики. Также, если ты вдруг пропустил главную новость русскоязычного сообщества последних дней, сообщаю. Мы совместно с другими сообществами анонсировали новый турнир Destiny Vostok League, который призван подарить зрителям и участникам зрелищные бои, яркие впечатления и показать, как надо нагибать. Есть команда, спеши зарегистрироваться. Количество мест ограничено. Тренируйся, выигрывай и борись за ценные призы от наших спонсоров. Подробности по ссылкам в описании ролика. А на этом точно все. Спасибо за просмотр, Страж, и до связи!